Всем привет на моем канале, меня зовут Дарья, я уже полтора года живу в Америке, в солнечной Калифорнии. Сегодня хочу рассказать вам о том, как же проходит моя адаптация в Америке, в эмиграции, какие этапы я уже прошла, какие этапы мне предстоят и что вообще я об этом думаю. Поэтому не переключайтесь и поехали. Первое, что хочу с вами обсудить, какое у меня было вообще первое впечатление, когда я только вышла из аэропорта, я почувствовала, что я увидела и о чем я подумала в тот момент. Никогда до момента эмиграции я не была в Америке и так совпало, что я даже никогда не мечтала и не думала, что я поеду в Америку даже в путешествие. Но я поучаствовала в лотерее Green Card, выиграла со второго раза и решила, почему бы не воспользоваться этим шансом и не переехать в Америку. Меня встретили мои друзья, когда я только прилетела в аэропорт Лос-Анджелеса, и я села к ним в машину, мы загрузили все вещи. Я, честно сказать, не обратила большого внимания, что было в аэропорту, но когда мы поехали, я увидела какую-то странную картину. Вдоль дороги валялось очень много мусора, особенно в районе аэропорта, какие-то палатки, бомжи и так далее. Была какая-то, знаете, такая природа, особо выгоревшая трава, никакой зелени, по крайней мере, вдоль дороги. И я подумала о том, господи, куда я попала. В этот момент еще я обратила внимание на застройку, которая идет вдоль дороги. Это были такие одноэтажные, двухэтажные маленькие дома, ничего особо красивого. И эта застройка не сменялась, она так и шла ровным слоем, как и просто такая жухлая желтая трава, которая присутствовала тоже вдоль дороги. Я спросила у своей подруги, господи, это что, такая застройка везде? Она сказала, ну да, это же одноэтажная Америка, ты приехала сюда, поэтому, ну да, будет все так. Я спросила, почему так много мусора и столько, ну как бы, бомжей ничего не чистят? Она сказала, что, ну, не знает, почему так, но это тоже повсеместно. Я была очень расстроена и подумала, господи, как мне здесь не нравится, что за вообще какая-то фигня, и мне было не очень-то приятно. Но мы приехали к ней домой, все было достаточно нормально, пришли в ее апартаменты, апартаменты были в one bedroom, достаточно в таком старом комплексе, и тоже я подумала, что почему такие апартаменты за такие огромные деньги она снимала за, по-моему, 2200 долларов в городе Woodland Hills. И я подумала, господи, почему так дорого, и за такую фигню потолки были низкие, какая-то однотипная покраска, она сказала, что здесь нельзя сверлить стены, и за каждую дырочку будет какой-то штраф, у них просто висел огромный телевизор, и больше никакого декора, ничего вообще не было. Я подумала, что понятно. После этого мы пошли на следующий день делать какие-то дела, и я очень сильно обратила внимание на то, что здесь почему-то мне бросились в глаза такие деревянные столбы электроэнергии, то есть вот как, допустим, на столбы, которые освещают дорогу, которые освещают города, здесь было все такое сделано из дерева. И я у нее спросила, почему у вас такие столбы здесь странные, деревянные. Она сказала, Даша, если ты обращаешь на это внимание, мол, тебе здесь придется трудно. И, ну ладно, как бы мой вопрос, такой вопрос, такой ответ. В общем, и все. В принципе, это было мое такое первое впечатление от первых дней жизни в Америке. Что я увидела из положительных моментов, конечно же, уже конкретно в ее комплексе был бассейн, несколько джакузи, тренажерный зал и даже теннисные корты. Мне это очень понравилось. Был очень красивый газон, прыгали белочки, кролики, прямо во пределах их жилого комплекса. Это было классно. Также, конечно же, мне понравилась ухоженность газонов, вот эта природа, разнообразные растения тоже бросились в глаза, потому что, как я говорила, что пожухлая трава, это была, как оказалось, только вдоль дороги. В основном, в целом, природа здесь, конечно, чудесная. Также я приехала сюда 17 октября, и была очень теплая погода, что мне еще целый месяц удалось потом походить даже в шортах, в футболке. Было очень тепло. Еще она жила в таком районе, который окружали горы, и там было всегда достаточно жарко, даже чем в других районах Лос-Анджелеса. Дальше хочу затронуть такую тему, как сравнение с РФ. Наверное, первые полгода ты сравниваешь Америку с Россией и приходишь к странным и непонятным выводам. Конечно, с одной стороны сравнивать это нехорошо, а с другой стороны все равно твой мозг автоматически это делает. Что могу сказать на эту тему? Никогда бы, конечно, я не подумала, что я такое могу сказать, но здесь, конечно, некоторые моменты очень сильно отстают. Допустим, сервис. Здесь очень не очень хорошо развит сервис. Я не могу до сих пор найти себе хорошего парикмахера, хотя живу здесь уже полтора года. Решила, что буду отращивать волосы, потому что ничего достойного я найти не смогла. Либо сервис для очень богатых, конечно, он очень хороший. Стрижка стоит короткая, примерно 150-250 долларов. К сожалению, трассить каждые три недели 200 долларов на стрижку и еще окрашивание, если я буду делать, тоже будет стоить порядка 300-400 долларов плюсом к стрижке. Это для меня на самом деле очень дорого. И то, что я в России стриглась за полторы тысячи рублей у очень хорошего мастера, здесь стоит 20 тысяч рублей в переводе на наши русские деньги. Потом, допустим, могу сказать о медицине. Тоже неудобно, некомфортно, к врачу не попадешь. Попадешь только через два месяца. У меня была такая проблема, что на фоне стресса, видимо, у меня начались проблемы с давлением. И я пыталась записаться к врачу, к которому я прикреплена. К врачу было попасть невозможно. Записала она меня только через два месяца. Она сказала, что пока что я жду встречи с ней, я могу сходить к другому доктору. Запись была через три недели. Я сходила к этому доктору. Она выписала мне полные анализы за бесплатно, потому что моя страховка тогда покрывала эти анализы. И я, конечно же, сходила и уже к своему врачу через три месяца попала с готовыми анализами. Конечно, ничего она мне помочь с моим давлением не смогла. Сказала, что меньше расстраивайтесь там и так далее. В принципе, все. Если честно, с какими-то emergency случаями я здесь сталкивалась однажды, но в больницу я не поехала. Потому что сидеть в больнице 6, 8, 10 часов в ожидании очереди в emergency room и заплатить за это 300 долларов минимум по твоей страховке за визит emergency мне не очень хотелось. Поэтому я даже не поехала туда, если честно. Потом могу сказать, что приложения здесь для телефона тоже очень отсталые странные. Приложения банков. Ты просто, не знаю, сидел в Сбербанке или в Альфа-банке у тебя тут быстро-быстро все перевел, быстро получил какую-то информацию. Здесь все очень странно, долго и непонятно. Система также очень хромает в плане услуг каких-то государственного характера. Допустим, я пошла в банк, чтобы открыть свою карту. Это заняло 3 часа. Нужно было приехать второй раз, чтобы там еще что-то подтвердить. Для того, чтобы открыть карту, тебе нужен твой номер телефона, нужен адрес и так далее. Все приходит по почте. То есть, когда ты идешь открывать карту, тебе нужно ждать еще 2 недели, пока тебе по почте эту карточку пришлют. В общем, система очень странная, для меня непонятная. И, конечно же, ты все это сравниваешь с Россией, думаешь, блин, классно была бесплатная медицина. Классно можно было заплатить просто и пойти в платную клинику заплатить деньги и там обслужиться. Здесь такого нет, конечно. Возможно, это где-то есть, но стоимость таких услуг, если ты идешь без страховки просто в платную клинику, будет достигать огромных сумм. Допустим, как у меня в клинике, я работаю в престижной клинике в Беверли-Хиллсе, у нас обслуживаются звезды, у нас стоимость одного винира на зуб и пломбы стоит примерно 3-5 тысяч долларов за один зуб. Поэтому все это очень хорошо для людей, у которых есть состоятельность, у которых есть финансы это оплачивать, и очень плохо для людей, которые просто работают на обычную зарплату, и возможности зарабатывать или возможности оплачивать себе какую-то частную медицину у них нет. После, наверное, месяца жизни в Америке мои розовые очки спали, и моя картина эмиграции, то, что я себе представляла, что я буду делать и так далее. Кстати, об этом будет мое следующее видео, подписывайтесь на мой канал и не пропустите это видео. Мои розовые очки быстро слетели, и я, если честно, поняла, что все не так уж радужно, и что я попала просто в огромный такой замес и снежный ком из всего, что будет мне здесь жить непросто. Но мне повезло, кстати, я нашла работу за 2 недели в своей сфере. Я врач-стоматолог, и я нашла работу ассистентом-стоматолога. Здесь можно ассистентом работать без каких-то дипломов, подтверждающих информацию. Если вам интересна эта тема, можете посмотреть остальные видео на моем канале. Я много рассказывала о ассистентстве, как вообще стать ассистентом, какие нюансы и так далее. Также я провожу личные консультации по работе ассистенту и по работе ассистентом. Если вам интересно, подписывайтесь на мой инстаграм, пишите личные сообщения, и мы с вами обсудим. И, возможно, даже проведем какую-то практическую и теоретическую часть. Могу вас научить всему по ассистентству, если вам это интересно. Дальше был у меня этап отрицания. С момента, наверное, где-то 6 месяцев до года. Мне очень хотелось вернуться домой. Я не знала, что делать. У меня была постоянная мысль о том, что как дома было хорошо. И все в этом роде. Поэтому, если вдруг вы такое сейчас переживаете, я хочу вам сказать, что где-то после года станет легче. Конечно, все эти минусы никуда не денутся. Но вы уже перестанете так страдать на тему вашей потерянной жизни и того, что вы делали дома. Я очень сильно страдала по своим занятиям в тренажерном зале. Я ходила на танцы, на зумбу. Также у меня была хорошая стабильная работа, общение с друзьями, с семьей и так далее. Но после эмиграции, конечно, этого всего здесь нет. И от этого очень грустно, горько и так далее. Где-то с 6 месяцев до года будет это ощущение. После года начало это ощущение проходить. Я уже перестала страдать по своим предыдущим занятиям. Решила, что нужно найти здесь какие-то новые занятия. Но пока я, конечно, ничего особо не нашла. Но думаю, что все впереди и у меня получится все это сделать. Поэтому вам тоже желаю найти что-то новое. И если вы можете свои старые занятия в новую жизнь как-то включить, то рекомендую вам тоже это сделать. Мои сейчас впечатления где-то полтора года после эмиграции. Уже не такие яркие. Как будто уже произошло привыкание ко всему, то, что здесь происходит. Особо уже не обращаешь ни на что внимания. Но, конечно, такие отрицательные черты, как бомжи, люди под всякими веществами. То, что мне не нравится грязь на дорогах, неуважительное отношение, вонь и так далее. Мне это как не нравилось, так и продолжает не нравиться. Это никуда не делось. Но в остальном, в принципе, в целом я уже привыкла, то, что нужно искать постоянно где-то продукты, то, что нужно как-то выживать, выкручиваться, что у тебя здесь особо нет друзей, знакомых, что у тебя уже, твоя семья находится очень далеко. Это уже менее так больно. И, в принципе, ты уже к этому достаточно привык. И твои ресурсы, силы не тратятся на страдания, на эту тему. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще этого не сделали. Также подписывайтесь на все мои соцсети, Инстаграм, Телеграм, канал и так далее. Будет здесь еще дальше серия интересных видео о моей адаптации, вообще рассказ о том, как же я здесь поживаю. Давно не было видео на моем канале. Поэтому сейчас запланировано еще три видео, которые вы увидите в скором времени. Поэтому всем пока, удачи и хорошего настроения.